Починить кран, испечь хлеб или отштукатурить стены. Чтобы определиться с профессией, хорошо бы не просто посмотреть ее изнутри, но и самому попробовать что-нибудь сделать. Для этого в России стартовал проект профориентации школьников. Билет в будущее получили ученики из Чувашия. Ключевая проблема ранней профориентации – отсутствие возможности примерить профессию на себя. Некоторые школы практикуют экскурсии на предприятия, но по большому счету это все равно взгляд со стороны. И так трудно понять, твое это или нет, получится у тебя или нет. Благодаря билету в будущее ученики 6-11 классов могут оценить преимущества тех или иных профессий. Не просто посмотреть, как, например, создаются несущие конструкции для ванных комнат, а своими руками попробовать их собрать. Под руководством мастера, конечно. Для нашей компетенции нужны не только умения, навыки, но и нужно также логическое мышление, чем должны обладать участники. Потому что вначале была смоделирована ситуация, что у нас отсутствует схема сборки данного изделия. Участники должны, имея вводные данные, то есть нам нужно было получить изделие. Здесь нужно было не только практическими, с работой непосредственно руками, но и как раз была возможность применить те знания, которые ребятам давались в школе. В федеральный проект «Билет в будущее» предложил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского форума наставничества. В Чебоксарском строительном техникуме городского хозяйства на площадке компетенции сантехника и отопления курс для начинающих проходят ученики 54-й школы. Было несложно, но я понял, что в каждой работе не важна, сколько быстрота, сколько отнимательность. На практическом занятии школьники успели поработать с измерительными и слесарными инструментами. Получить навыки работы с сантехника полезно не только будущим представителям этой профессии, но и всем желающим. Сегодня нам рассказали, как строим сантехника, как ее ремонтировать. Мне, по сути, очень понравилось. Мне кажется, что для дома это даже очень хорошо будет, потому что мастера даже не надо будет вызывать. Еще одна профессия, не менее полезная в быту – пекарь. Даже если вы не будете работать в ресторане или кафе, дома в любом случае можно радовать близких кулинарными шедеврами. Да и просто приготовить что-то на скорую руку – всегда нужный навык. У нас сегодня первый опыт работы со школьниками. Для того, чтобы ребята сориентировались в будущем, какую профессию выбрать, если им это понравится, будет по душе, а не потому что в дальнейшем также к нам будут приходить, практиковаться, то они действительно могут выбрать наше учебное заведение и дальше продолжать учиться, а в будущем уже стать действительно пекарями. На мастер-класс в Чебоксарский экономико-технологический колледж пришли ученики девятых классов 44-го лицея. Педагоги рассказывали школьникам, какое сырье используется в выпечке, на каком оборудовании готовится, учили делить тесто, взвешивать его, формовать булочки и жгутовые халы. Продолжение следует... Соединяем... Вот, соединяем... Видишь, их подсоединили, да? Вот, подсоединили, разложили, посчитали. Так, и начинаем плести. Раз, два, три. Переплела. Так, здесь. Раз, два, переплела. Раз, два, три. Переплела. Принцип понятен? Мне понравилось. Мы делали типа косички из теста. Поваром я, конечно, не собираюсь быть, но когда-нибудь это пригодится. Катя Корсакова часто готовит с мамой. Кексы и шарлотка – их коронные блюда. А вот халы Катя делает впервые, но уже планирует дома показать, чему научилась. Это очень интересный опыт для меня, потому что я люблю готовить для своей семьи дома. И приобретенный здесь опыт очень полезен будет мне дома, потому что мне будет приятно порадовать свою семью. Катя пока не знает, кем хочет стать, а вот Настя Иванова уже определилась. И не без помощи этого мастер-класса. Сегодня на мастер-классе нас учили делать плетеночные изделия. Мне очень понравилось. Я, скорее всего, буду это делать дома с мамой. На сегодняшнем мастер-классе я, возможно, обдумала свое решение в будущем стать поваром. Я очень люблю сладкое, так что, возможно, поэтому буду кондитером. Такие мастер-классы в экономико-технологическом колледже планируют продолжить. Здесь уже разработали программу, адаптированную под школьников. Еще одна отрасль всегда востребованная на рынке труда – строительная. Потребность в жилье, офисах, новых предприятиях с годами только растет. Конечно, с профессией строителей в основном ассоциируются сильные и смелые мужчины с каской на голове. Но эта профессия, как оказалось, привлекает и представительниц прекрасной половины человечества. Я пришла сюда, хоть это и не девичьи занятия, но мне стало интересно, и я решила попробовать. Я первый раз пробовала укладывать кирпичи, и мне довольно понравилось сегодняшний день. Класс, не очень сложно, главное – слушать. Быть строителем не только престижно, но и выгодно. Эти специалисты могут выполнить любые строительные работы. Сделать ремонт, спроектировать фасад или построить дом – для строителя это не проблема. Любую работу они могут сделать своими руками, не прибегая к помощи людей со стороны. Многие считают профессию строителя творческой. И уж точно к творческой можно отнести труд маляра. Яркое воображение, образное мышление, тонкое восприятие цвета – главные помощники мастера малярных работ. Непосредственно они выполняют сейчас декоративное покрытие по заданному цвету. Но заданный образец, цвет они должны подобрать сами. Но сегодня и кисточкой попробовали, и кельмой. Успешно, я очень рада. Первый раз попробовали, и так хорошо получается. У некоторых, у некоторых прям цветовидение. Они градации цветов хорошо различают. С сегодняшней задачей девочки все справились. Глядя на них, даже я могу сказать, на отлично. Рината Миронова в будущем хочет стать медсестрой, но и на мастер-классе по малярным работам с удовольствием подбирает цвета и изучает технику декоративного покрытия. Говорит, такие навыки ей точно пригодятся в жизни. Например, чтобы сделать ремонт дома своими руками. Первый раз в такой жизни пробую. Это очень интересная работа. Всегда хотела об этом попробовать и сделать. У меня это получилось. Я очень рада. Маляры, каменщики, электрики, сантехники, повара. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, представители рабочих специальностей всегда входят в топ-10 востребованных профессий. А такие мастер-классы в рамках проекта «Билет в будущее» помогут школьникам лучше узнать и примерить на себя любую специальность. Специальный проект «Билет в будущее» запущен пока в пилотном режиме, но уже охватил более 100 тысяч учеников из 32 регионов нашей страны. В Чувашии погружаются в профессии около 3 тысяч учащихся. И, возможно, после мастер-классов многие из них уже определятся со своим будущим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова